здравствуйте в эфире программа дневной разворот ведут передачу сегодня анна лапшина и владимир сметанин наша традиционная частота 101 и 0 fm но есть еще и возможность слушать нас в интернете ссылку на онлайн-трансляцию вы можете найти телеграм-канале нашей радиостанции так и называется кировград в кроме того следить за новостями кировой области вы можете благодаря нашему сайту киров и дефисград точка ру и нашей группе во вконтакте вот традиционно наши координаты сообщаем в начале эфира сейчас будем обозначать тему и представлять нашего гостя говорить сегодня мы будем про дом усадьбу архитектора ивана аполлоновича чарушина про ее судьбу про ее перспективы про то насколько реально вообще ее сохранить а гость нашей студии это геннадий михайлович без верхов заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства вятского государственного университета заслуженный архитектор российской федерации почетный профессор вятского государственного университета член корреспондент российской академии естественных наук и почетный гражданин кировской области надеюсь ничего не забыла геннадий михайлович здравствуйте Очень рады вас приветствовать. Вы, безусловно, пользуетесь безоговорочным авторитетом среди архитекторов и очень рады вас сегодня приветствовать в нашей студии. На самом деле у нас в последнее время было несколько программ, посвященных судьбе особняка Ивана Аполлоныча, который находится по адресу Пятницкая, 15. И в целом Черушинского наследия, я бы сказала. В целом, последние новости, напомню, были в конце прошлого 2023 года. Наконец-таки удалось расселить этот дом. Последнему жителю выдали ключи от новой квартиры, муниципальное жилье. И вот сейчас, буквально недавно, вернее, глава администрации Вячеслав Симаков был в нашей студии, он рассказывал о планах, касающихся этого дома. Есть планы привлекать инвесторов, разместить там какие-то конкретные объекты. Но ранее в своем телеграм-канале Вячеслав Симаков написал о том, что встречался в том числе и с вами. Да, я обсуждал эту тему. И оказывается, вы и ваши подопечные в университете еще много лет назад разработали концепцию развития этого здания. Вот сегодня бы хотелось наших слушателей во все эти тонкости посвятить. С этой концепцией познакомить. Да. Безусловно, можем затронуть и историческую составляющую. Что это за дом? Когда он появился? Какая судьба у него была на протяжении последних десятилетий? Что там размещалось? Геннадий Михайлович, поделитесь, пожалуйста, этой информацией. История этого дома – это практически огромный жизненный пласт Ивана Павловича Чарушина, нашего, будем говорить, русского, вятского, талантливого архитектора, который был как-то несколько забыт во времени, который в свое время выпускник Императорской академии художеств, получивший звание мальчик из Орлова, получивший звание архитектор-художник первой категории, который мог бы остаться где-то там, в столицах. Он работал в Москве вместе с Померанцевым, который делал гостиные ряды на Красной площади. Тем не менее, он изучает, так называемое, кирпичное дело, как он пишет, и уезжает на остров, так сказать, страдания и грез на Сахалин. Первым главным архитектором Сахалина. Там был как бы глава Сахалина, и главный, еще великий Антон Павлович Чехов пишет в своем романе «Сахалин» о том, что есть два больших человека, но главного архитектора не было тогда. Ну, и ходят сейчас легенды, что как раз Антон Павлович отплывал на корабле, а на этом корабле приплыл якобы. Ну, уточнить это нужно в истории. И тем не менее, значит, Ван Аполлович сделал огромную работу на Сахалине. Он открыл первые кирпичные заводы, он сделал первые постройки, он сделал великолепный храм в честь вот как раз Николая II, по тому, как он был тогда там, как вы помните по истории, на него было нападение на Николая II, будущий царевич. Окушение. Да, значит, в честь него было сделано часовня, которая была первым большим, так сказать, кирпичным зданием на Сахалине. Но тем не менее, судьба так распорядилась, что он вынужден был после скоропостижной смерти своей молодой супруги, значит, уехать с Сахалина с маленькой дочкой, и по всем морям и океанам, он проплыл опять в Одессу, значит, и вернулся в Вятку. И вот в Вятке в течение 45 лет он всегда и здесь на родине работал. И вот этот дом, знаменитый дом в 1895 году, значит, он приобретает этот дом и переделывает его под свой большой, так сказать, дом-мастерскую, усадьбу, где был теннисный корт, фонтан, где был большой сад, был большой кабинет с видом на храм Ивана Притеча. Он сейчас сохранился. То есть это был дом уникальный в том плане, что он внес сюда самые передовые, так сказать, будем говорить, архитектурные мысли, включая даже инженерные, так сказать, системы. Там был водопровод, там было колориционное отопление. Это конец 19 века. Это конец 19 века, да. У него появляются там совершенно новые конструктивные вещи. То есть он владел, как бы, всеми, так сказать, вопросами мастера большого. Ну и, конечно, Иван Аполлонин за это время создал на Вятской земле более 500 объектов. Из них только более 165 храмов по Вятской губернии. Я уже не говорю о том, что сегодня с огромным восторгом в Ижевске стоит восстановленный храм Александра Михайловский собор. Это как раз один из выдающихся произведений Ивана Аполлонича. Этим связана Елабуга, Сарапол, где стоят его великолепные общественные здания. И да, это Вятская губерния. Это всё было Вятская губерния. Слушателям нашим, я напоминаю. Да, ну и, конечно, Вятка благодарна была, если останется на внуке века, тем, что лучшие здания, которые сегодня, можно сказать, в городе в этот период были сделаны непосредственно великим мастером Иваном Аполлоничем Чарушиным. Это замечательные здания, такие как дом Клобукова, это замечательная гостиница Вятка, вернее, центральная, это замечательный дом чекистов, который мы знаем, Серафимовская церковь, которая пронесла все времена, даже Великой Чарушиным, она не закрывалась. То есть это был уникальный русский храм, который сделан. Я уже не говорю о том, что многие наши районы, мы до сих пор каждый раз открываем, и наши полпреды, районные архитекты присылают нам кадры, в которых мы находим как раз то, что делал Иван Аполлонович. В том числе города такие, как Слободской, Орлов, Иранск, то есть это все исторические наши города и поселения, все несут следы. Я уже не говорю о Слободском, где практически мастер, вот сейчас, после наших больших работ, в течение многих лет, мы передали, так сказать, документы Министерству обороны, и Министерство обороны возвратило Большой Христорождецкий монастырь, возвратило епархии нашей. Это была очень длинная работа, очень большие переписки, и мы очень благодарны за то, что сегодня имя Ивана Аполлоновича снова возникает там, потому что он, унаследовав большое мастерство дружинина, Сергея Михайловича, он продолжил и завершил этот храм очень гармонично. Ну, и мы даже хотели там, ну, не знаю, может быть, в будущем откроем филиал кафедры архитектуры на базе вот тех построек, которые сделал Иван Аполлонович. Ну, о доме. Конечно, одним из уникальных, я уже сказал, явлений был вот этот дом собственный, и я сказал, что сегодня мы в течение, ну, практически так, активнейшая работа по дому началась как раз в 250-летие, в 12-м году, на конференции, когда мы опубликовали все наши исследования, и была первая концепция, которая вошла в наш большой сборник. А готовили ее, по-моему, еще в начале нулевых даже годов, да? Да, ну, понимаете, все было очень сложно, потому что это было общежитие, там было очень большое количество квартир, и уже в последний момент, когда осталось 8 квартир, мы как бы приступили к этому большому, так сказать, было несколько писем, я не хочу сейчас называть имен, я могу сказать, только обращались, значит, ну, к 3-м губернаторам точно, и, по-моему, к 4-м или 5-м главам администрации города Кирова. Вот, эти письма сохранились, вот, потому что мы в 12-м году, в 10-м году начали, в 12-м создали общество Ивана Аполлоновича Чаружина, значит, это была региональная, значит, юридическая зафиксированная организация, вот, которая, значит, начала вот эту большую деятельность в целом по деятельности Ивана Аполлоновича. И могу сказать, что, конечно, мы внимательно, студенты, большое количество студентов было привлечено к этому, мы встречались с жильцами, у нас сегодня даже есть предметы из, значит, из дома Чаружина. Быто, да? Да, 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 у нас пианино, бекер Ивана Аполлоновича Чаружина, у нас горка, у нас киот мы восстановили сейчас, у нас прекрасный стол, Ивана Аполлоновича, несколько декоративных элементов еще, работы Исупова нашего мастера. То есть вот это те предметы, которыми он реально пользуется, да? Да, 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 это предметы, которые мы храним сейчас в надежде, что мы создадим музейный элемент вот этого, так сказать, будущего центра, о котором я скажу позднее. Вы говорите, мы храним, а где они хранятся? Хранятся в университете. А, то есть на них посмотреть нельзя сейчас? Нет, почему можно? Пожалуйста, в нашем артурно-студенческом центре, в мастерской, они стоят, мы ими пользуемся, мы, значит, их бережем, мы восстановили, реставрировали ряд предметов. То есть это все сегодня доступно, и мы это показываем детям, когда к нам приходят на, значит, день открытых дверей, да, когда мы проводим олимпиады, мы говорим как раз, и там также выставлено большое количество планшетных вариантов и макетов непосредственно по усадьбе. И вот когда мы узнали о том, что наконец-то, по истечении практически 13 лет произошло то, что мы мечтали, что последний человек получил, так сказать, ордер на выселение, вот, а до этого было, мы там сделали мемориальную доску, значит, помогли. Помогло ФСБ наше, первое, значит, отделение, значит, генералы Алексея Евгеньевича тогда, значит, мы восстановили могилу Чарушина на Лобановском кладбище, восстановили там полностью бюст, и до сих пор это все, так сказать, составляет вот такое наше обязательное святое дело. Ну, почему именно ФСБ помогало? Тут объяснять, думаю, не надо. Потому что здание самое, наверное, одно. Нет, не поэтому. Я могу сказать, что это, наверное, упрек нам, вятским, так сказать, когда Алексей Евгеньевич пришел к нам на кафедру, на артурный студенческий центр, мы, конечно, были шокированы, потому что мне звонят и говорят, к вам идет генерал КГБ. Тогда, ну, тогда, значит, что мы такого натворяли? Тогда еще КГБ было, да. Ну, нет, это было уже ФСБ. Да, ФСБ, да. Вот, а оказывается, он был в Ижевске на каком-то совещании ведомственном, и, значит, всех офицеров пригласили вот в этот Михайло-Архангельский собор. И когда вдруг сказали, что это автор, а кто автор, значит, вятский архитектор Чарушин, он говорит, какой Чарушин? Она говорит, а он же у вас там похоронил сегодня. Алексей Евгеньевич приехал и мне рассказывал лично, что офицеров собрал, он говорит, слушайте, что это такое? Он говорит, да, Алексей Евгеньевич, поедем на кладбище, мы знаем, там могила в плохом состоянии. Так, Алексей Евгеньевич Круглов мы имеем. Круглов, да, Круглов Алексей Евгеньевич, ну, очень наш большой, будем говорить, и очень важный человек, который очень много сделал вот в том популяризации как раз. Не только потому, что мы побывали в этом доме, нам смогли помочь установить многие документальные вещи. Мы даже есть фотографии, мы на балконе его кабинета стоим на доме Булычева за то, что вот он благодарностью нам решил. Мы там сделали отдельный элемент уголка Чарушина, там стоял макет этого дома Булычева специально. То есть очень многие вопросы, ну, тогда это было доступно. Но самое главное, что вот он сразу говорит, давайте мы все берем на себя, давайте все приведем в порядок. И мы это сделали. И вот тогда открыли, это было большое событие, с представителем президента, здесь наше руководство, все это. То есть вот такими отдельными элементами. Это шло как раз как бы к дому, вот все было к дому. Но дом постоянно стоял вот в таком, значит, много было обращений. Обещание было первого губернатора, потом было второго губернатора, были министры. Но все, не называя фамилий, это все было правильно. Но все расселить, расселить. С одной программой, с одного года в другой год. В общем, в конце концов, это состоялось. И вот эта встреча, я считаю, она знаменательная. С Вячеславом Николаевичем Семаковым, который... Меня поразило то, что он сам изъявил желание увидеть это все. И мы очень, я бы сказал, профессионально, я бы сказал, государственно обсудили эту тему. И вот я сегодня могу доложить, что час назад мне сказали, что уже мое письмо, значит, я подписался. Мы провели собрание Союза архитекторов, Кировской организации Союза архитекторов России. Я попросил делегировать мне ту подпись, которая была в 2010 году еще. Когда мы подняли вопрос еще в тем время. Мне, значит, 15 января собрание разрешило это. И практически я от имени кафедры, то есть у меня в двух лицах вот там со всеми титулами, я, так сказать, написал и передал Иславу Николаевичу уже официальное письмо. Вот оно здесь у меня в папке, значит, в котором написана вся, так сказать, наша концепция, что мы предполагаем. Значит, учитывая, что... Я думаю, к ней можно сейчас и переходить. Да, я перешел, я перешел. Во времени мы, правда, ограничены, видимо, только основные моменты нам удалось осветить. Концепция представляет собой не музейный, так сказать, какой-то там вариант, а Центр архитектуры и градостроительства имени Ивана Аполлонича Черушина. Центр архитектуры и градостроительства, в который войдет, важнейший момент, элемент мемориального кабинета мастерской Ивана Аполлонича, войдут залы, выставочные залы, истории развития вятского градостроительства, как вятской губернии, так и городов, как города Вятки. Современный зал современной архитектуры, значит, непосредственно от, значит, советского периода, потому что Иван Аполлонич, это же был человек двух... Да, и вот все это мы сочетаем. Обязательная галерея, значит, лучших или как, выдающихся архитекторов и строителей вятской земли. Те, кто облик создавал, да? Да, кто создал вообще нашу вятскую землю. А их очень много, и, к сожалению, наше поколение... И многие забыты. Да, наше поколение, к сожалению, этого не знает. В том числе и советская эпоха. Да, конечно, конечно. Вот история создания. Там будут, значит, непосредственно детские студии от архитектурных до дизайна. Там будет непосредственно образовательный цикл. То есть, поэтому мы его рассматриваем как образовательный центр с хорошим архитектурно-туристической привлекательностью. То есть, это центр, в котором будет работать... Стоять будут макеты современного генерального плана, современных новых жилых районов, где будут проходить городостроительные советы и советы строителей. А, вот это, кстати, очень хорошо. Да. Чтобы они там постоянно... В атмосферу погрузиться непосредственно. Да, да, да. Уникального особняка. Ну, когда-то, вы же знаете, когда-то у нас на Воровского был дом архитектора. Откуда все начиналось? Когда я вспоминаю, что, когда я приехал в 1971 году, мы там холили-лилеяли, и пока Бакатин, придя сюда, на нашу территорию, сказал, надо большой дом архитектора. Давайте напомним слушателям, где территориально он располагался. Кто? Дом архитектора. А, на Воровскую 50-го, по-моему, давай. Это вот сейчас там оптика, по-моему. Перекрёсток октябрьского и Ворусского. Получается, да, напротив ЦУМа. Напротив, да, дальше немножко ЦУМа. Напротив стадиона Прогресс, будем так говорить. Вот, а потом он был одновременно в 89-го года, по-моему, мы имели его на профсоюзной 4. Потом туда переехала Вятская торговая промышленная палата в 90-е годы, потому что наступили времена столь бурные, что всё это превратилось... Примительно менялось. Да, Советский Союз, когда ушёл. Вот, поэтому я считаю, что вот этот большой, так сказать, да, ну, я уже не говорю о том, что туда вернуть надо наследие Виттберга, который, выставка которого сейчас идёт, там, может быть, у нас и в своё время, когда в доме Жмакиной, который наречён домом Виттберга, официально это всё-таки является дом вещанки Жмакиной, вот, Веры Жмакиной. С колоннами на улице Спаска. Да, 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 да. Так вот, сейчас над Спаской, значит, стоит Биллск, который, в общем-то, достойно его сделать и перевести творчество Виттберга. Это не просто выставка, как сегодня идёт в музее Васнецовых, а ему также уделить особое внимание, потому что... Сделать постоянную экспозицию, да? Потому что, да, Иван Аполлоныч в своё время очень ценил деятельность Виттберга на Вятке и очень тонко по-архитектурному знал градостроительные, так сказать, требования, как это, кстати, делал и Виттберг. Он сделал свои ворота Александровского сада, а в перспективе на оси поставил знаменитый Александровский собор. Понимаете? То есть это всё... Ну, это архитектурная наука. Это и как раз и есть то, что мы можем сказать, что точки, которые определил Иван Аполлоныч в городе, они исключительно точно формируют, как бы, так сказать, основные композиционные точки градостроительного искусства Старой Вятки. И поэтому особо важно сохранить сегодня не только наследие, имя Ивана Аполлоныча, а вот сохранить это для будущих поколений и современного, так сказать, времени. И вот, мне кажется, наступил очень важный момент. Сегодня как раз точка отправная, когда нужно сохранить это здание, сохранить этот памятник, сохранить имя, это святой долг вятского народа, будем так громко говорить. Вот, и мне кажется, что вот то, что мне сейчас позвонили только что наш новый замглавы Олег Геннадьевич Созинов, он сказал, Геннадь Михайлович, мы сейчас, значит, передаём ваше письмо фирме «Арса». А фирма «Арса» занимается, насколько я понимаю, как раз созданием проектов, исторических зданий. Нет, он не только создаёт, это «Арса» было создано, я вам скажу, ваш покорный слуга участвовал в организации «Арса». Когда у нас был представитель госстроя СССР Баталин, Юрий Петрович, мы тогда решили создать «Арса» на базе Кировского территориального управления строительства. И тогда наш большой, большой президент Союза строителей Кировской Николай Алексеевич Исупов возглавил его, и они создали за эти годы огромное количество уникальных реставрационных объектов. Вот-вот-вот, я правильно, про то, что у «Арса» есть все возможные. Да, 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 я думаю, что там очень большое количество наших выпускников, там очень большое количество. Я думаю, что вот созвездие строительного комплекса, я, конечно, не умоляю достоинств сегодня, так сказать, того, кто есть, но у нас потрясающие фирмы строительные, сегодня уже магнаты, так, «Железно», «Спецмонтаж», «Маяковская», понимаете, и прочее, то есть, которые могли бы объединить это все и сохранить. На самом деле это дело чести, наверное. Конечно, я же говорю, святой долг. А уж долг, а честь, это, как говорят. Вот поэтому спасибо вам за то, что вы пригласили. Нет, на самом деле мы будем продолжать. Да, но нет, я как раз хочу, что у меня есть возможность обратиться вот с таким, так сказать, призывом, потому что, ну, здесь можно говорить очень долго, потому что мы готовы, кстати говоря, мы в письме написали, что у нас огромнейшее количество материалов, макетов, документов, исторических документов, подлинников Ивана Полуновича, которые мы, наш университет, наш турно-студенческий центр, наш научный центр, мы передаем непосредственно при решении, если какое решение будет принято. В общем, уже все готово, только вот брать и пользоваться. Ну, дело в том, что дом в очень тяжелом состоянии. Вот, об этом мы сейчас, я думаю, поговорим после небольшого перерыва. Нет, у нас, на самом деле, еще есть время. Есть для перерыва еще две минутки, хорошо. Нет, у нас чуть больше есть, так что продолжаем. Давайте начнем. Естественно, практичный такой жизненный вопрос, а как, по вашей оценке, сейчас? Да есть, есть ли что сохранять? Вы знаете, я пережил большую историю дома Веры Жмакиной, так называемого дома Витберга. В 89-м году, когда мы пришли, он был примерно в таком же состоянии. Вы не поверите, 18 камазов только было мусора. Хлама, 12 унитазов мужских и женских туалетов и всего прочего. Все это возможно сделать тогда вообще не было. У нас единственный был студенческий бывший кооператив. Мы, откровенно признаться, попросили выйти реставраторов так называемых и начинали делать с чистым энтузиазмом. Все было сделано, вы не поверите. Это была отдельная тема. Я звонил во все районы. Я позвонил в Юриянский район, говорю, ребята, помогите, подумаем. Ничего нельзя было достать. Не было ни денег, ни материалов, никаких. То есть все помогли люди. В то сложное время, если удалось, так уж сейчас все возможности есть. Понимаете, машина леса пришла из Юрьи. Из Дубровки пришел пакет, который надо было только через Москву получить. Понимаете, металл. То есть все, но мы это сделали, и в 89-м году, в Старый Новый Год, открыли этот дом. Понимаете? И он пришли, стоило 13 лет. А сегодня это, по-моему, не вопрос. Сегодня можно... При нынешних современных материалах, технологиях. Да, да. При основном разделе материалов и так далее. А вы лично когда, кстати, Геннадий Михайлович, осматривали этот дом? Ну, я был буквально, вот мы в каком... Мы были в телевидении, 9-й канал, мы провели интервью на прошлой неделе. Непосредственно. Да, мы посмотрели там все. То есть там есть проблемы с северной стеной, там есть проблемы с кадастром. Там надо позаниматься очень серьезно. Там есть некоторые моменты отторжения земельного участка уже, но надо это все решать. Да, там же надо напомнить просто слушателям, что это же не просто дом, это же усадьба. Усадьба, да. То есть там же сад был. И сад, насколько я понимаю, там физико-математический лицей, да? В непосредственно близости, да. Да, вот там физико-математический лицей. Никогда никто сегодня, вот насколько я знаю в архитектуре, так как я проработал 20 лет главным архитектором области, вот из эти годы до 2003 года, вот я могу вам сказать, что самые тяжелые даже времена, мы никогда детей не притесняли, поэтому надо решать эти вопросы. А я, насколько помню, когда вот в 12-м, по-моему, как раз году, когда проводилась конференция, по-моему, задавали Михаилу Юсупову, да, директору физико-математического лица эти вопросы, и он говорил о том, что они готовы, в том числе там и ученики даже лицея. Часть работы, часть обязательств взять на себя. Да, часть работы они готовы даже взять на себя. Да нет, ну это, я думаю, что это решаемый вопрос. Вот уже, понимаете, в наше время, вот сейчас, многие, даже те, которые когда-то возникали, вот, ну, конечно, надо очень аккуратно, осторожно сделать. Я думаю, что если действительно, допустим, что Арсов принимает на себя эту работу, у них есть прекрасный проектный коллектив, они прекрасно сработают все вопросы юридического плана, тренировочные решения, все прочее, и сделают хорошие рекомендации по реконструкции и реставрации. А вот сейчас мы и прервемся на небольшую рекламу. Я напомню, что мы говорим о судьбе усадьбы архитектора Ивана Павловича Чарушина на пятницкой 15. Хорошие новости сегодня нам сообщает Геннадий Безверхов, зав. кафедры архитектуры и градостроительства Авиатского госуниверситета. В общем, продолжим через минуту. Возвращаемся в эфир. Геннадий Безверхов в нашей студии, заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства Авиатского государственного университета, почетный профессор Авиатского государственного университета, заслуженный архитектор России и почетный гражданин Кировской области. О доме-усадьбе архитектора Ивана Чарушина мы сегодня говорим. Остановились на том, что есть концепция, есть готовая концепция, есть уже выраженное явно намерение властей этот дом сохранить. Есть повод, которым надо, безусловно, воспользоваться. Это юбилей нашего города в этом году. И есть заявление о том, что могло бы там разместиться, кроме того, о чем вы, Геннадий Михайлович, говорите, то есть кроме профильных каких-то вещей. Во всяком случае, озвучивалось про гостиницу, озвучивалось про некий кафе, общепит и прочее. Видимо, исходя из того, что здание все-таки должно каким-то образом зарабатывать средства, что называется, на свое содержание. Даже речь шла про некий офис строительной компании, да? Вот насколько вам кажется это уместным? Или это сугубо музейный комплекс такой должен? Нет, вот как раз, вы понимаете, слово музейный комплекс, я бы его не стал сегодня, так сказать, актуализировать. Почему? Потому что есть проблемы с музеями, понимаете? Они есть у нас, не хочу об этом говорить, музей Воснецовых, музей наших замечательных художников. Там есть свои проблемы. Там есть свои проблемы, это обязательная вот эта вот плата, так сказать, прочее. Я думаю, что в данном случае, если решится вопрос, там, конечно, может быть какой-то небольшой, так сказать, вот мы предполагали, что там будет при детской студии, там и прочее, будет какая-то система небольшого мини-общепита, и даже будет, может быть, номер, как мы там писали, архитектурной гостиницы. Вот это какой-то вариант может быть. А, ну, то есть это не большая гостиница, а это именно место, где можно остановиться вот в этих исторических стенах. Да, да, ну, так сегодня ведёт себя Дом архитекторов в Санкт-Петербурге, так есть непосредственный такой вариант в Москве, так и в других городах, в том же нашей соседе Казани, вот я только что был там недавно, понимаете? То есть всё это довольно приемлемо, вот, но всё это сегодня должно, конечно, принять на себя какое-то конкретное сообщество или, допустим, какая-то, так сказать... Организация, бизнес-организация. Да, да, ну, или бизнес-организация конкретная, или, допустим, группа, то есть содержание это может быть только так, не только, так сказать, увековечить память, но держать это всё какой-то, так сказать, я не знаю, допустим, 3-4 организации строительных могли бы, наверное, это не такая будет огромная сумма, понимаете, будет какой-то мини-штат, который будет там, так сказать, мы бы назовём, так сказать, там, директор центра, методист центра, там, какой-то там, допустим, 3-4 там человека, которые будут это содержать. Плюс там, как это в своё время был у нас дом архитектора Анатолия Воровского, понимаете, ну, мы тогда финансировались Москвой, Московский союз, вернее, СССР тогда, значит. — Задачи зарабатывать не стояло. — Не стояло. — При плановой экономике, да. — Скромно, 3 человека было, 3 человека, но была огромная работа. У нас было громаднейший совершенно зал, два зала, где было огромное количество макетов, киров, проводили конкурсы про центр города. Это была огромная работа. Я помню, что тогда вот как раз мы там и встречались на большом уровне развития города, это 1896-1997 год. А вот сегодня нет у нас такого варианта, понимаете. Горожане не могут посмотреть на генеральный план города. Да, в интернете есть, но, понимаете, одно дело, так сказать, сегодня, как мы говорим, электронные книги, другое дело, в руках книга когда. То есть тоже здесь архитектуру надо видеть, понимаете, архитектуру надо знать, понимаете. А особенно воспитывать детское, так сказать, наше поколение. Я считал, что вот как раз, я так и назвал, что в год 650-летия у нас впервые появилась возможность вот этим центрам архитектуры придать столичные функции Кирову. И, может быть, мы будем первые в России, кто создаст такой центр. А уж если объединяться еще и строительные организации, такая будет кооперация. Это тоже будет уникальный опыт, я так понимаю. Конечно, конечно. Понимаете, это будет правильно. Когда для возрождения исторического наследия корней каких-то, да, объединяются, вроде как конкуренты. Но на самом-то деле они же из общих корней все выросли. И я всегда повторяю такое слово, значит, Богу угодно было все это обеспечить в год 650-летия города. Понимаете, сложились, так сказать, все. Кстати, Вячеслав Николаевич рассказывал про любопытный опыт одного из городов, где в похожем историческом здании разместился прямо архитектурный градостроительный отдел местной администрации. Вот тоже любопытный такой вариант. А это, между прочим, очень хорошая история, потому что, когда какие-то ведомственные организации, либо государственные, либо органы власти размещаются в исторических объектах, то они так как раз вот присматривают. То есть на их деятельность средств выделяется. Но это дополнительная нагрузка на бюджет. Ну, вы знаете, мы попробовали одну вещь сделать, она уже была, только сюда размещалось, значит, МПУ называлось, сейчас МАУ, это как раз подразделение администрации, они находились как раз в гимназии, который построен по проекту Ивана Половича Рушина, где, помните, Великая Тепляшина. Это как раз Халтурина Пятницкая девичь сейчас называют, а 15, это 5. Существовало несколько лет там, значит, кирпичное красивое здание. Они держали, содержали, но тем не менее, я не знаю, каким решением все это передали епархии. Их выселили, они сейчас в полуподвалах там где-то ютятся. Ну, это у вас законодательство Российской Федерации, насколько мы знаем. Возвращение. Нет, возможно, да, я сейчас, к сожалению, не могу сказать вам. Дело все в том, что это не лучший вариант размещать туда, вот так сказать, вариант. Почему? Потому что люди не смогут туда ходить. Нет, люди не могут ходить, это будет просто, ну, офис, так сказать, который будет охраняться одной доской, которой никто не охраняет. То есть жить не будет он? Он не будет жить, он не будет, как бы сказать, вот этот вот большой святой долг продолжения имени Ивана Павловича Рушина. Понимаете? Вот это очень важно, мне кажется, сегодня понять. И поэтому здесь, вот мне кажется, мы долго думали здесь. Я даже советовал соцмузейный музей. Ниграя Михайлович, музей – это давайте сделаем центр архитуры и градостроительства имени, который будет на Вятской земле. Который будет действующим, действующим и постоянно живым. Само слово «центр», оно более такое к жизни, к будущему располагает. Оно современное и будущее. Да, и прям вот взгляд вперед устремлен, да, это предполагает, на мой взгляд, в том числе. Да, истекает на этом время наши беседы с Геннадием Безверховым. Геннадий Михайлович, благодарим вас, что сегодня пришли в нашу студию. Массу интересной информации мы получили, вдохновились, да, в конце концов, на то, что светлое будущее будет у особняка Ивана Аполлоновича Чарушина. Завершаем разговор. На этом разворот не заканчивается. Через 20 минут вернемся. Вторая часть, спасибо.